Неприхотливый красавец гипиаструм или большая рыцарская звезда. Удивительное растение гипиаструм знакомо многим. Он достаточно неприхотлив. Если знать условия выращивания, добиться цветения совсем несложно. Гипиаструм, если у него взрослая здоровая луковица, охотно цветет два раза в год и без периода покоя. С листьями или без них не имеет значения, но если вы хотите, чтобы он зацвел к определенному дню, тогда уж покой необходим. В теплое время года луковицу можно высадить в открытый грунт. Это хорошо, если будет полутень. Перед наступлением холодов выкапываем, промываем в чистой воде, обрабатываем препаратами от вредителей и грибков, просушиваем и сажаем в горшок. Хорошая здоровая луковица будет цвести в любом горшке, но он должен быть обязательно глубоким, так как корням растения нужно много места. У меня в одном горшке растут две луковицы. Луковица будет цвести за счет питательных веществ из грунта. Грунт должен быть рыхлым и питательным, можно добавить перлит. И если луковица не растит новые листья, но и не сужит старые, значит так ей удобней. Захочет сбросит листья. Могги пиаструм отдыхает с листьями. В это время ему необходима прохлада, свет и самый минимальный полив. Как только покажется кончик цветоноса, период покоя окончен. Полив начинаем, когда высота стрелки достигнет 10 сантиметров. Последующие поливы по мере просыхания грунта. Обычный гипиаструм после появления стрелки распускается через три недели. Чтобы затормозить цветение, поставьте растение в прохладное место и не поливайте. Притормозить цветение можно пока стрелка еще не сильно большая, 3-5 сантиметров. Цветет каждый сорт по-своему. У одних цветы раскрываются одновременно, у других по очереди. После цветения аккуратно срежьте зависть, а стрелка пусть торчит. Она постепенно усохнет и соки вернутся в луковицу. Когда гипиаструм отсветет, чтобы луковица восстановилась после цветения и заложила новые цветочные почки, необходим обильный полив и подкормки. Для роста листьев нужен азот, для закладки цветочной почвы фосфор, а вот при подготовке в период упокоя калий. Удобрений для гипиаструма много, универсальные, для луковичных, для цветущих или те которые растворяются в воде. Подкормки делаем обязательно по влажному грунту, чтобы не обжечь корни. После такого ухода мои гипиаструмы цветут два раза в год и вам того же желаю. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok